Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди. Какой же сильный удар был нанесен по секе Гэри Гэнслеру сегодня? Аж душа радуется. Теперь у криптовалютных быков второй праздник, ведь после спотового биткоин-етфа в январе этого года, сегодня был одобрен спотовый эфириум-етф. И все это в то время, когда криптовалютный рынок рисует один из самых больших, пышных и сочных паттернов с самого начала этого бычьего рынка. Шлюзы вот-вот откроются, и через эти шлюзы пойдут деньги. Но что, если я скажу тебе, что скоро произойдет нечто еще более грандиозное, и об этом никто не говорит. Но прежде не забудь передать за проезд один лайк в Коэн. Мы останавливались на прошлой остановке аж на 10 дней, так как у меня был большой переезд. Поэтому сейчас нам нужно основательно заправиться, чтобы снова начать движение вперед. Поставил лайк? Большое спасибо, это поможет каналу вернуться в алгоритмы ютуба. И без дальнейших церемоний, давай погрузимся в увлекательную крипто-пучину, где мы видим, что и биткоин, и эфириум сегодня немного упали. Даже несмотря на принятие спотового эфириум-етф. Это нормальное поведение рынка на новостях. Такое же было и после принятия спотового биткоин-етфа. Но то, что происходит на этих графиках уже не первый месяц, для многих кажется скучной рутиной. Но на самом деле там формируется нечто гигантское, как я и напишу в названии этого видео. По сути дела мы находимся на пороге самой большой, шокирующей части этого криптобулрана. Части, которая застанет многих людей врасплох в ближайшие пару лет. Мы еще не дошли до этого, но мы уже на пороге. Очевидно, что одобрение спотового эфириум-етфа имеет огромное значение. Как для эфириума, так и для альткоинов. Еще несколько дней назад никто даже не думал, что он будет одобрен. Ведь Гэри Гэнслер называл эфир на Proof of Stake ценной бумагой. Но затем такие люди, как Дональд Трамп, выступили вперед и поддержали криптовалюту. Что в свою очередь вынудило демократов смягчить свою позицию в отношении криптовалют. Потому что они просто не могут рисковать терять голоса избирателей из-за вражеского отношения к криптовалюте. Ведь около 52 миллионов американцев владеют криптовалютами. И этим миллионам американцев нужны четкие правила и защита криптопользователей. Как мы видим, это серьезная доля избирателей. И поэтому мы наблюдаем то, как и демократы, и республиканцы понемногу отступают. Говоря, эй, подождите, может криптовалюты не так уж и плохи. Кроме того, на днях в палате представителей США проголосовали за законопроект, который по сути лишает всех власти над криптовалютным рынком. Байден даже пообещал не накладывать на эти законы вето. Если этот закон будет полностью принят и на него не наложат вето, это может иметь огромное значение для индустрии. Мы получим мир, в котором у нас есть спотовый биткоин ETF 1, спотовый эфириум ETF 2, возможно спотовые ETF на другие альткоины 3. Комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC и Гэри Гэнслер не имеют никакой юрисдикции над криптовалютами в этом мире. Конгресс примет прокриптовалютный закон и Байден подпишет его. Если все это произойдет, это будет просто невероятная ассортия, о которой мы даже и мечтать не могли еще год назад. Но это самые оптимальные, самые масштабные и самые бычьи вещи, которые могут произойти с криптовалютой. И на все это, конечно же, нужно время. Но все эти вещи будут постепенно воплощаться в жизни. И это не будет прямой дорогой, на ней будут препятствия и повороты. Но все равно видеть все это, это просто безумие. Что вообще происходит? На недельном графике биткоина мы видим огромную фигуру кап-ин-хэндл. Биткоин пробивается из бычьего флага. Также мы видим, что биткоин после выхода из этой перевернутой модели голова и плечи пошел вниз на ретест линии шеи. И если этот ретест окажется успешным, это будет большим подспорьем для продолжения роста. И по моему мнению, все, что выше этой линии шеи, а это 65 тысяч долларов, является мега-бычьим с точки зрения этого ретеста. Не говоря уже о том, что у нас намечается вот этот бычий крест на дневном графике. У нас уже был такой 11 февраля, когда цена биткоина составляла 48 тысяч долларов. И вскоре после этого креста тогда цена выросла до 74 тысяч долларов. И сейчас мы вот-вот увидим такой же крест. Это не просто масштабно, это чрезвычайно масштабно. Все так сильно меняется. И кстати, это год выборов. Рынки будут поддерживаться администрацией Байдена до тех пор, пока это возможно. И как мы видим, в последние несколько дней совершенно очевидно, что обе партии не хотят рисковать проиграть выборы, разозлив криптосообщество своей антикриптовалютной позицией. Ведь американцев, инвестирующих в криптовалюты, десятки миллионов. По всему миру счет людей, которые инвестируют в криптовалюты, идет уже на сотни миллионов. Люди, которые инвестируют в США в криптовалюты против того, чтобы в США существовала такая жесткая антикриптовалютная позиция. А значит любая партия, любой сенатор, любой политик, который будет выражать такую позицию, обречен на потерю большей части электората. Такие люди, как Элизабет Уоррен, должны быть брошены в мусорное ведро истории или просто за решетку. Эти люди преступники. И самое интересное, что их антикриптовалютные выпады абсолютно не работают, а лишь злят людей, заставляя даже тех, кто обычно не голосует, пойти на выборы и отдать свой голос тем, кто либо поддерживает криптовалюту, либо хотя бы относится к ней нейтрально. И это будет выходить за рамки Соединенных Штатов в другие страны. В других государствах будет происходить то же самое. Криптовалюта будет влиять на популярность политики. Нам должно быть разрешено владеть и инвестировать в криптовалюты по всему миру. И это очевидно. Многие политики уже начинают это понимать. Вот почему самые передовые центры этой планеты идут в эту сторону. Например, Гонконг, Южная Корея, Япония. Ведь очевидно, что разрешать азартные игры, ставки на спорт, казино и все эти вещи, при этом запрещая криптовалюту, это верх циничного бреда. Но глядя на эти графики, кажется, что здесь потенциально может быть впечатляющий ретест. Причем очень большой. Мы видим также и полосы Боллинджера, которые начали расти в понедельник. То есть они уже начинают сужаться. Посмотри, как все это выстраивается. Биткоин имеет огромнейшую поддержку здесь. И если мы посмотрим на дневной график, у нас есть эти скользящие. Между ними всего 1000 долларов. Одна из них около 64 тысяч, вторая около 65. Когда они пересекутся, мы получим бычий крест. В прошлый раз это было, когда биткоин стоил около 45-48 тысяч долларов. Сам знаешь, что было дальше? Я думаю, что 65 и 64 тысячи долларов будут диапазоном огромной поддержки, если мы снова туда опустимся. Все, что выше 65 тысяч долларов, это мега-бычий фактор. Итак, спотовый эфирю Митьев одобрен. И все заговорили о том, что будет дальше. И знаешь, что может быть дальше? А дальше другие альткоины получат шанс. Как я и говорил, шлюзы открыты. Они говорят о том, что следующий спотовый ETF это Солана. Об этом уже начали говорить. Сейчас люди пишут, что это администрация Байдена одобрила и биткоин, и эфириум ETF. Но нет, Гэри Гэнслер и администрация Байдена полностью против криптовалюты. И до сих пор против нее. Это под их крылом организовали ту самую антикриптовалютную операцию Чокпоинт 2.0. И, кстати, даже эта операция пошла не по плану. Председатель FDIC Мартин Грюнберг уходит в отставку после разоблачительного расследования домогательств на рабочем месте. Грюнберг сыграл важную роль в организации операции Чокпоинт 2.0, направленной против криптовалюты. Еще одна победа для криптоиндустрии. Кажется, что криптовалюта просто-напросто неостановима. Ничего не может остановить эволюцию и инновации. В любом случае, администрация Байдена и председатель комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Гэнслер не одобрили спотовый эфириум ETF. Это суд и потенциальная потеря голосов заставили их одобрить. И это намекает нам на то, что повестка в Соединенных Штатах меняется, настроение меняется. Они же, Гэри Гэнслер и Байден, делали все возможное, чтобы не одобрять эти ETF. Единственная причина, по которой люди ожидали, что ETF, вероятно, будет одобрен сегодня, это потому, что сегодня был крайний срок. Опять же, Гэри Гэнслер и администрация Байдена ждали до последней секунды. Технически и всякий Гэри Гэнслер могли бы одобрить этот спотовый эфириум ETF еще месяц назад, даже два месяца назад. Но нет, они ждали последней секунды, практически так же, как и в случае со спотовым биткоин ETF. Их буквально заставили. Гэри Гэнслер и ему подобные, это не те люди, которые делают что-то, чтобы защитить нас с тобой. Они в буквальном смысле нехорошие. Их просто заставляют делать эти вещи, потому что, опять же, к счастью, существуют законы, которые могут сдерживать людей, когда они начинают поступать незаконно и злоупотреблять властью, как это делала сек по отношению к криптовалюте. И, опять же, один из новых законопроектов, который только что прошел палату представителей, связан с тем, чтобы отстранить Сек и Гэри Гэнслера от любого влияния на криптовалютный рынок. Честно говоря, они с самого начала не должны были иметь право голоса в криптовалюте. Учитывая, что они пытались применять к совершенно новому классу активов правила, которые были придуманы сто лет назад. Это же просто абсурд. В любом случае, пазл, который складывается, показывает один из самых мощных и бычьих сигналов на долгосрочное будущее биткоина и индустрии цифровых активов. И, к сожалению, многие люди этого не замечают. И года через три они будут об этом очень сильно жалеть. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok